Меня зовут Коннор. Это наша история. Всем привет, дорогие друзья! С вами Гидон, и мы продолжаем проходить Детройт Стать Человеком. Итак, у нас история кары. Когда-то давно Дэвид Кейдж сделал техно-демку, где она была главной героиней. Это было очень давно, и игры тогда даже в проекте не было. Но потом это все вот так вот трансформировалось, что она стала персонажем Детройта. Модель AX400. Ты идешь? Иду. Тебя не было две недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Что по ее? Куда опять подевалась мир сзавка? Алиса! 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 А, вот ты где. Это Алиса. Тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Чем-то мне напоминает Хэви Рейн. Держишься, чтобы выполнить сканирование. Итак, срочные поручения, собрать мусор, дополнительные поручения, посуда, пылесос, посмотреть задний двор. Ну что же, срочные поручения, мусор давайте. А, да этот мешок, типа, это не мусор, да? Так, убраться на кухне, убрать мусор со стойки. Да. Может. Но это смотря, что надо. Надеюсь, эти тарелки были одноразовые, она их выкинула. Ну да. Так, убрать журнальный столик. Хорошо. Завтра подвезу. Да, на то же самое месте давай. Как туда коробки из-под пиццы влезли. Так, убраться на кухне. Телевизор. Она прячется от него. Вы знаете, у меня такое чувство, что она защищала дочку от него. И он ее сломал. Вот почему мы забирали ее из починки. Так, а как мы дверь откроем? Отклонено. Кредит отклонен. Понятно, в долгах как в шелках. У нее минус тысяча долларов. Мусор вынесли. Есть еще пока какие-то неизвестные срочные поручения. А, он ждал автобуса. Кстати, в этот автобус андроиды садиться не могут. А, они сидят в отдельном отсеке сзади. Точно. Я думал, что конкретно в этот нельзя. Там просто последняя дверь это для андроидов. Что такое? Нет, есть еще дополнительное поручение. Я бы их выполнил с удовольствием. Закончить дела на первом этаже. Нет, надо с ним поговорить. О, футбол. О, твою мать. Понятно, с ним поговорить это значит закончить дела на первом этаже. Что здесь такое? Что там? Да. Хорош ты, папаша, хорош. Жена-то небось ушла. На. Жена, наверное, да? Ха-ха-ха, девочка играет. Собрать. Алиса, а ну прекрати сейчас же. С ней поговорить нельзя, да? Всегда меня нарочно бесит. Да, конечно, нарочно. Вот, конечно, нарочно. Не работает, что ли? Отсутствует деталь. Доступно на 154 предложения. Заказ, обработка. Вы заказали деталь. О, это я зря сделал. Это я зря... У него же денег нет. Ммм, зачем? Почему не было варианта, типа, заказать, не заказать? Они же и так бомжуют, блин. Вот я отхвачу, походу. Чего? А, прикольно. Геймпад повернуть. О, зашибись. Я должен пальцами быстро водить по сенсорной панели, чтобы посуду мыть. Класс. Не хватает мне на кухню, да, мытья посуды? Так я еще в игре буду ее мыть. Ха-ха. Играю в игру, чтобы помыть посуду. Блин, вот эти мы крутые. Игры Дэвида Кейджа. Алиса. Я порой всегда думаю вот про таких людей, да, как вот ее отец. Вот зачем быть таким козлом? А, серьезно, тебе нравится это или... Да, тот. Пиво мне холодного. Слушаюсь. Или ты по-другому не можешь. Отлично. Мы таскали пивас в Киндем Кам. Таскаем пивас в Детройте. Батя. Задний двор. Жирафик этот. Что-то его часто показывают, заметили? Снять одежду, сушиться, наверное. А это что? А, это вернуться в дом. Еще одна дверь. Интересно, куда она ведет. Так, надо снять белье. Высохло. Как можно сделать такой искусственный интеллект, и при этом он не будет проявлять эмоций? Перестирать белье. Ну-ка. Хм. Погода сегодня плохая. Можно простыть. Хочешь, я принесу тебе свитер? Любишь здесь играть? Надо было поиграть сразу. А я думал, мне дадут все варианты. Попробовать. Будем учитывать на будущее. Просто диалог, знаете, такой был, ну, не особо напряженный, поэтому я думал, почему бы мне все варианты не попробовать. Ну, да ладно. А, вот здесь как раз белье-то и надо постирать. А? Это... Че, блин, такое? Красный лед. Зашибись. Хазин, мы грана вас нету. Ты лучше не сунь нос в мои вещи, а то я психую. Простите, Тод. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Хочешь разозлить? Нет, Тод. Ты не прячь... Мед в порошке. Ну что ж, белишки-то мы постирали, да. Че-то в планшет уткнулось. Хм... Найденные статьи можно прочитать в меню дополнительно. Транспортная инновация, встряхнувшая Калифорнию, сегодня был произведен первый запуск нового нуль-метро, которое доставит вас из Манхэттена в Лос-Анджелес за неполные два часа. Это более чем вдвое быстрее пятичасового перелета. Поезд может достигать скорости до 1800 миль в час благодаря тому, что идет по тоннелю с нулевым давлением, а в вакууме, в котором практически исчезает трение магнитных двигателей. Теперь у пассажиров появилась восхитительная возможность после окончания рабочего дня в Большом Яблоке провести вечер в Золотом берегу. Калифорнийский рынок недвижимости не замедлил отреагировать, цены на пригородное жилье взлетели на 64%. Нет, я не понял, я аж вторую страницу выбрал, в чем дело. Андроиды Сила. В своем третьем матче сезона Андроид Питчер бросил мяч со скоростью 120 миль в час. Ну ладно, это ерунда. А, Андроиды стали играть в бейсбол? Вот это не ерунда. Андроиды были внедрены в бейсбол на условии 1 на команду, однако с тех пор они заняли главенствующую роль в игровой стратегии. С каждым драфтом команда из профессиональной бейсбольной лиги бьет собственные рекорды трансферных сделок, тратя все более и более внушительные суммы на приобретение новых Андроидов. Ну не стала ли игра от этого хуже? Ну конечно стала, ну что за... Так, согласно с этим не все, машина, которая ставит рекорды не вызывает восторг. Ну да, действительно, это не особо интересно. Потому что люди-то как бы, ну, считаются примерно все одинаковыми, но кто-то посильнее, кто-то послабее, да, понятно. И поэтому как бы чествуем самых там, самых-самых, а Андроиды-то, блин, их можно наклепать одинаковых, и они все будут одинаковыми. Потом сделать посильнее, и этих тоже можно наклепать много, кто посильнее. Так что да, нету уникальности, вот в чем, в чем дело. Так, что тут у нас было? Страница 2. Шарлен Ло, агент по недвижимости из Лос-Анджелеса, утверждает, что знает, откуда приезжают новые покупатели. В основном, жители восточного побережья. Совместить нью-йоркскую зарплату и лос-анджелеский стиль жизни. Понятно. Ну что ж, все готово. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом. Не уж. Ладно, пойдемте посмотрим, что у нас на втором этаже. Так, телевизор. Ха! И новости спорта. Начнем с баскетбола. Решающий матч детроитских машин с командой Дендера пройдет сегодня на арене Киберлайф. А тем временем в Лиге вовсю идут обсуждения, допустить ли в каждую команду по одному андроиду. Главный вопрос. Такое нововведение просто сделает игру более зрелищной или станет первым шагом к вытеснению людей из спорта? Компания Киберлайф предлагает разрешить это в порядке эксперимента и готова предоставить специально созданные прототипы. Андроиды используются для ведения тренировок и тактических подсказок тренером команд с 35-го года. Но на поле еще ни один андроид не допускался. Пока. Та, что-то какой-то мультик. По данным Министерства труда в октябре работы лишились еще 225 тысяч наших соотечественников и уровень безработицы достиг 37,3%. Президент Уоррен выступила сегодня на открытии нового завода Киберлайф в Милуоке. Президент в очередной раз высоко оценила роль компании в бурном росте экономики нашей страны. Также она объявила, что Министерство обороны закупит 200 тысяч андроидов в рамках сегодняшнего курса на укрепление обороны. Вот так вот. Как армию-то делать? Андроиды? Вот лучший выбор. Наклепал кучу точных, умных, расчетливых, хладнокровных. И все. Я не особо понял, что там было с документом. Опять журнал? Андроид, Коттербек. Ага, снесет тебя нафиг, вообще не заметишь. Цена жизни, как бесплодные автомобили принимают решение о жизни и смерти. Ничего себе, и как же. Когда бесплодные автомобили предвидят аварию, бортовой компьютер принимает критическое решение. Например, кого из двух пешеходов сбить, если столкновение неизбежно? Но сам процесс, посредством которого машина делает выбор, неочевиден. Мартин Форланг из компании Автокорона попытался внести ясность. В таких ситуациях система обработки изображений за долю секунды собирает данные, позволяющие определить возраст пешехода, пол и так далее. Эти данные сопоставляют с информацией в государственном архиве, чтобы определить семейное положение, трудовой стаж, прогнозируемую продолжительность жизни и наличие или отсутствие детей. Ого. Затем машина рассчитывает ценность каждой возможной жертвы, основываясь на таких критериях, как, например, пользу для общества. Наиболее ценным мы считаем жизнь из них, кто спасает другие жизни, например, врачей и медсестер. Все это звучит весьма убедительно, однако Феликс Гэмбл, глава антиавтоматизированной, антиавтоматизационной лиги, говорит, что система не имеет права выносить такие суждения. Человек с уголовным прошлым может быть не менее ценен для общества, чем врач. Такие детали не имеют значения, если речь идет о человеческой жизни. Но Форлунг не согласен с подобным высказыванием. Мы хотим, чтобы наши автомобили принимали лучшие решения из возможных, а для этого они должны действовать на основе полученной информации. Чем больше этой информации, тем лучше. Да. Мы с ней еще пообщаемся. Понимаете, это наша главная героиня вообще. Ну, для Кэры. Так, убрались. Теперь надо проветрить комнатку. О, гитара. Ха. Бывший спортсмен, я так понимаю, но... Хм. Чего мне сделать? Вверх? О, нужно резко прям дернуть вверх. Блин, я так по столу могу треснуть. Геймпадом. Ну, что ж, готово. Здорово. Братца в ванной. Там за окном что-то какие-то руины как будто вообще. Дичь. Блин, что-то он живет просто как свинина какая-то. Ну, с другой стороны, когда ты так и думаешь, блин, все за тебя сделают. Ну, да. Наверное. Это расхолаживает знатно. О, моем пол, моем пол, моем пол в игре. Ха-ха. Ой, я наяриваю по геймпаду. Натираю геймпад свой. Вы понимаете, о чем я. Это детская. Нет, я по-любому зайду. Просто хочу собраться в комнате. Всего пару минут. Можно? Почему фокус на ноги, а не на девочку? Ты же спросила. Почему она так боится ее? Алиса в стране чудес. Конечно. Она же Алиса. А? Странно. Прикольно. Вижу, ты любишь читать. Сокровища. Закрылась такая за своим этим лисенком. А? Возможность сбежать. Говорить с Алисой. Говорить с Алисой. Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивая. А почему такое? Расскажи мне о себе. Во что играешь, где гуляешь, что ты любишь есть. Мне это важно. А где твоя мама? Когда она придет? Ого. Она дала мне ключик от своей шкатулки с сокровищами Хм, фотография-то реальная Кровь Что случилось? Слезы, кровь Он ее ударил? Потом они завели ее, и он ее сломал Оторвал ей руку Она за нее заступилась И вот что вышло Ну, примерно такого я и ожидал Чего делаешь? Я... я играю Играешь Я все вижу Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник Сидит на жопе, работу не ищет А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит Да я же все понимаю Прямо по глазам Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь? Господи Что я делаю? Прости, зайка, прости Прости Ты же знаешь, я тебя люблю Ты это знаешь Один из тех засранцев, которые винят во всех своих проблемах кого-то другого Это все кто-то другой им портит жизнь Они вообще ни при чем А то, что он сидит на диване и долбит мед Это вообще нормально на самом деле Итак, я не разблокировал всего лишь какое-то одно действие в комнате Тодда Что-то, что-то, что-то там я не разблокировал И в уборке на первом этаже Что-то еще можно было сделать Вот Вот это я только и не сделал И тут есть одно золотое решение Кэра видит, как можно спуститься Ну что ж, у нас произошла какая-то ошибка Я не знаю, наверное, как всегда, какие-то проблемы с интернетом На этом мы, дорогие друзья, закончим Продолжим в следующей серии На этом у меня все С вами был Гедеон Подписывайтесь, ставьте лайки Все ссылки под видео Всем спасибо И до следующей миссии Субтитры сделал DimaTorzok